Это был второй выпуск от команды меня, от команды Рената Давлид-Гадзеева. Выпуск был интересный. Мы сегодня позволили себе чуть меньше эксперимента. Я обещал, на самом деле, обещал коллегам и себе, и вообще ребятам попробовать и себя, и команду в чуть более сложных жанрах. Но так как не хотелось до конца отказываться от того, что мы любим, от шуток и от вкрапления музыкальных историй, мы вот так немножечко пошутили и сделали как бы два выпуска новостей, внутри одного выпуска новостей. Надеюсь, что вам наша задумка понравилась и финальную историю вы тоже поняли, связали с началом программы, с, собственно, первым заходом, с хип-хоп-шпигелем, потом со стихом на тему такой чрезмерной от слова «не понравилось» в засос любви к российскому руководству со стороны мировых руководителей и звезд. Ну, тем не менее, я коротко скажу, в общем, мне кажется, технологически все лучше становится. Мне, правда, нравится, как ребята ко второму выпуску начали гораздо проще, комфортнее работать с флером, не бояться технических помарок, не бояться пометок, как они начали работать с синхронными лайфами в структуре материала, когда мы начали рассказывать, снова рассказывать истории, мы рассказываем историю, когда мы говорим про палестинно-израильский конфликт, а не приводим сухие цифры, мы рассказываем историю, когда мы говорим про Украину. Что мне пока не нравится, мы по-прежнему страдаем гигантоманией, я думаю, что нужно, конечно, стараться, ну, как-то приближаться к Чехову, потому что вот у нас как-то вот взгляд широк и хочется сразу обо всем и много, вот давайте как-то себя пытаться держать немножечко в руках и, соответственно, там, помнить о хронометражах, потому что, ну, там, 6 минут сюжет долго, наверное. Вот, мне понравилось по содержанию, это нельзя назвать сюжетом, это колонка, колонка Лилия, это, правда, колонка, это высказывание, не на тему даже программы «Неделя РНТВ», а скорее на тему действительно вот чего-то большего, в принципе, там, события, которые происходят в стране. Вот, и продолжаем, я, правда, доволен экспериментировать с Васей, с стихами, не знаю, Васей менее доволен, чем предыдущим стихом, потому что... Ну, больше, наверное, из-за того, что мы вышли на улицу и как-то неподготовлено ушли, я думаю, из-за этого. Ну, только, наверное, поэтому. Сережа продолжает нас радовать бантиками, черепашки-ниндзя, Робарта Коваль, ну, в общем... Бантики, это плохое слово. Нас учили, нас учили, что бантики, это плохое слово. Я запомнил. Хорошо. Михаил говорит. Да, не будем, не будем, не будем вспоминать это слово «бантики». Но, в общем, кто я такой, чтобы пытаться проанализировать этот выпуск новостей, когда есть Анна Николаевна, которая с нами на прямой связи. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуйте. Это Ренат Довлетгильдеев с вами сейчас здоровается. Я очень рад Вас видеть. Спасибо, что Вы с нами сегодня. Да, я вас слышу. Хорошо. Анна Николаевна, Вы видели выпуск? Я вас слышу. Что скажете ребятам, Анна Николаевна? И мне лично. Я вас слышу. Анна Николаевна, мы Вас тоже слышим? Да, слышу. Скажите какие-то свои впечатления, поделитесь всеми с нами, пожалуйста, что Вам не понравилось. Да, с удовольствием. Вот я хочу только о самых простых вещах. Каким образом, любя иностранные языки, научиться хорошо говорить на своём? Меня просто пугает плохая-плохая речь. Плохая русская речь. В течение всех этих дней мы говорим о слове санкции. Все производят санкции. Какая разница? Ввела-ввела. Постаки-поставки. Остановка. Остановка. Мы попросили, мы попросили, мы попросили. Это разные слова. Что такое? Паблики, паблики. Я не понимаю, что это делать. Меня просто пугает, что те люди, которые должны быть примером для других, просто очень плохо говорят на одном языке. Давайте всё-таки этой проблемой заболеем, серьёзно. Это просто дело чести, по-моему. Вся ответственность лежит на вас, на молодёжи. Давайте принимать меры и как-то полюбить свой язык, хотя бы так, как многие из вас любят иностранных и дорожатых. Вы согласны со мной? Да. Да, говорят, согласны. Только как-то очень тихо, практически шопотом. Вы согласны? Я согласен, Анна Николаевна, с вами всегда вы знаете. Что ещё вам не понравилось, кроме нелюбви к русскому языку? Ой, какие-то у нас, по-моему, проблемы со скайпом, нет? Анна Николаевна, вы с нами ещё? Я сказала длинную речь, но, по-моему, вы меня не слышали. Нет, мы слышали, мы слышали всё хорошо. Мы слышали, слава богу, всё замечательно. Это первое, что очень важно. Арутюн, вы обратили внимание, что у вас совершенно кривой рот? Я обязательно посмотрю повтор и обращу на это внимание. И как бы с этим вы пили? Об этом есть специальные упражнения, можно научиться делать всё правильно. Просто надо об этом подумать. Меня интересует такой вопрос. Как работать картинкой? Вы отдельно, картинка отдельно. И ещё более важный вопрос. Какая разница? Разговор, чтение, рассказывание, выразительное эмоциональное чтение, диалог. Чем надо в эфире заниматься? Устный журналист, разговаривающий журналист – это совсем не то, что журналист пишущий. И в этом вы должны быть абсолютно чётко разбираться. Абсолютно чётко. По крайней мере, разбирайтесь. Сегодня у меня очень трудное впечатление от эфира. Хотя сюжеты были интересные. Ребята вроде способны. Но! Но что вас смутило, Анна Николаевна? Давайте попробуем перезвонить Анне Николаевне, чтобы узнать, почему всё-таки у неё такое трудное впечатление от эфира. Узнаем. Вы как сами оцените? Выпуск. Вы менее волнительны, чем в прошлый раз. Менее волнительны, чем в прошлый раз. Почему? Ну, как-то всё-таки привыкли. Да, уже чуть-чуть руку набили, да? Это хорошо, ну да. Ну, смотрите, я-то отношусь к сегодняшнему эфиру скорее как к такому базовому, наверное, технологическому шагу. Потому что, правда, сегодня нужно было ощутить некий комфорт в пошаговой работе с материалом над материалом. Когда мы пишем текст, когда мы понимаем, как мы берём комментарии, когда мы понимаем, как мы записываем синхроны, скайпы, хрипы и прочее-прочее. Как мы работаем с камерой и, соответственно, как мы себя окружаем видео. Правильно говорит Анна Николаевна. Очень важно, конечно, думать, какая картинка сопровождает каждый наш рассказ. Потому что не может слова не иметь визуальной поддержки кадрам. И просто появление фотографии или какого-то видео, оно неоправданно. Если мы не понимаем, зачем именно это видео мы сейчас показываем зрителю, в противном случае, ну, как-то не знаю, ну, во-первых, и смысл теряется слово, да и смысл картинки тоже теряется. Вот, над этим можно работать, но я, честно, я, наверное, доволен. И вот, мне правда кажется, что это интересно работает. А ты ничего не забыл, Ренат? Нам нужно одного человека в студии пригласить. Да, и вот, наверное, обсуждение эфира я бы закончил на этом, потому что, на самом деле, сегодня хочется еще сказать в прямом эфире, пока у нас есть такая возможность, если есть очень приятные слова, от человека, без которого не было бы этого проекта, Света Гуляева, продюсер программы проекта нашего реалити-шоу «Большая перемена», она сейчас в аппарат. На свет, выйди, пожалуйста, к нам, потому что ты так часто находишься за кадром, а все вот эти наши ребята, все мы, мы обязаны, на самом деле, только тебе, этим проектам, тем, что у нас тут получается. Ты помогаешь нам снимать сюжеты, ты помогаешь ребятам вообще осваивать весь этот технологический процесс. Света главный, наверное, вообще человек проекта «Большая перемена», без которого бы, конечно же, ничего не получилось. У Светы с вами день рождения. Вот, Света, вот. Вот она, вот замечательная девушка, красивая пласть, Свету тебя поздравляем, скажи, ты довольна проектом «Большая перемена», вот собственное день рождения. Ты гордишься этим, что получается? Мне не кажется, что получается, но, да, гордюсь. Тебе не кажется, что получается, а мне кажется, что получается. Но получается, получается интересно, получается интересно для зрителей. Да, очень много, и я прям читаю, каждое утро отвечаю всем нашим зрителям, которые пишут огромные письма с предложениями, с мнениями участников, все остальное. Это прям очень круто. И не один еще такой проект, который я делал, что не было столько мнений разных, столько комментариев, сколько я получаю сейчас. Это прям очень круто. Ну пусть этот проект тоже будет для тебя своего рода подарком. Спасибо тебе. Спасибо. Мне очень нравится. Мне очень нравится. И я прям жду с нетерпением пятницы, но тебя не будет. Мне не будет. Спасибо вам, что смотрели. Пишите поздравления. Свети Гуляева с днем рождения нам в Twitter с хэштоком «Твитдождю». И свои какие-то впечатления по поводу только что увиденной вами программы выпуска новостей от моей команды. Спасибо, что смотрите «Твитдождь». Уже через 10 минут, итоги дня, подведут ведущие программы, ведущие вечерние программы здесь и сейчас Павел Лобков и Аня. Три-четыре. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Я начну.